For the floor to make a further statement. I give him the floor. I give him the floor. I thank the representative of Russia and Federation for his statements. I'm not looking anyway. I give the floor to the representative of Ukraine. I will reply in Russian. I have a question. 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 Вернитесь домой. Это может быть квалифицировано как наемничество, а не помощь. Вот о чем речь идет. Подогревание сепаратизма длилось очень долго. Да, власти ничего не делали 20 лет для того, чтобы решить проблемы этих регионов. Да, это депрессивные регионы. Да, там нет рабочих мест. Да, в этом должна быть политика государства. И она уже провозглашена о том, что в этом будет эксклюзивность. Но в этом надо помогать, а не подогревать нечто другое. Спасибо за внимание. Я думаю, вы напрасно, Юрий Анатольевич, организировали по поводу чеченцев. Но я так понял, вы начали с ними разговаривать. Может быть, это и подведет вас к диалогу с населением Юго-Востока Украины. Но я не буду вдаваться в эту тему. Я скажу, что мне понравилось то, что в самом конце своих ремарок вы все же дали какую-то объективную оценку тому, что происходит на Востоке Украины, говоря о депрессивности этих районов. Вот об этом и надо вести речь. Но согласитесь, что артиллерийскими ударами или бомбардировками проблему депрессивности не решишь. И согласитесь, я не знаю, там украинское телевидение показывало это или нет, что когда люди 11 мая вышли в Донецке и Луганске на референдум, это не было два с половиной человека. И все-таки это регион, в котором 7 миллионов, по-моему, жителей вместе взять, Донецкий и Луганский. И абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы наладить с ними какой-то уважительный диалог. Но вот если какие-то события необычные, так сказать, произошли, которые хоть ваше внимание к этим регионам привлекло, но хотелось бы, чтобы вот это внимание вылилось в какие-то конструктивные действия, а не в то, что мы наблюдаем в последнее время. Прекратите эту операцию военную, и тогда мы поможем вам наладить диалог. Так мы об этом все время и говорили, кстати, сказать. Мы об этом все время и говорили. Давайте наладим диалог. Россия готова помочь наладить диалог. Россия приехала в Женеву, вот создали мы документ. А что мы увидели от украинских властей, от киевских властей? Мы увидели проведение карательной операции, а вовсе не реализацию женевского документа. Так что в том, что касается диалога, мы всегда были готовы его помочь вам наладить, и сейчас готовы помочь наладить. Будем надеяться, что вот эта вот операция воинская будет как можно быстрее прекращена, поскольку, конечно, пока она идет. Как мы можем помогать вам какой-то диалог налаживать с восточными регионами, когда там стреляют? Очень сложно нам о диалоге говорить. А наш, вы знаете, наш регион, то очень много нас чего связывает, и ваших 3 миллиона людей, а у нас двойное гражданство. Если у кого-то российский паспорт, и даже московская прописка вовсе не значит, что у него 30 человек родственников не живет на Украине, и украинцы, и так далее. Я уж не говорю о том, что там очень трудно разобраться, кто там украинец, кто русский, наполовину русский, наполовину украинец. Вам это все прекрасно известно. Но давайте попытаемся закончить все же на какой-то конструктивной ноте. Вот вы согласились, что там действительно тяжелая социально-экономическая ситуация. И на Восточном, про Крым вы тоже упомянули. Вы, коль скоро вопросы задаете, я не могу не задать этот вопрос. Вот вы так заботитесь о Крыме. Зачем вы воду-то перекрыли? Взяли и перекрыли поставки воды в Крым. И так экономически после 25 лет пребывания в независимой Украине там дело плохо. А вы еще перекрыли поставки воды. Ну вот вы признаете, что социально-экономические положения плохое в восточных районах. Давайте вместе попробуем решить эту проблему. Давайте сотрудничать. Действительно, Украина, Россия, экономически давайте сотрудничать. Вы помните, какие большие предложения мы серьезные делали все время. И в частности, даже в самый последний момент перед тем госпереворотом, который у вас совершился 22 февраля. А вы от всего этого отмахнулись. Сейчас вот говорите, давайте закроем границу с Россией, выйдем из СНГ и так далее. Ну, наверное, можете это сделать. Не будет свободной торговли тогда с нами. Ну, это как бы тема наших двусторонних отношений или, может быть, многостороннего сотрудничества, которое в нашем регионе существует. Но пока вот то, что мы видим, это силовая операция рядом с границами России и вот все время нагнетание какой-то риторики и политики против России. Это, конечно, неконструктивно. Но, я надеюсь, вы внимательно читаете те заявления, которые делает наше руководство. Это вполне конструктивные заявления. Ну, и внимательно выслушали и наше сегодняшнее выступление, которое наряду с критическими замечаниями и разбором полетов определенных содержит и конструктивный заряд, который, безусловно, присутствует в нашей политике в отношении Украины. Так что хотелось бы, чтобы мы эту страницу как можно быстрее перевернули. Но многое зависит от вас. И первое, что нужно сделать, прекратить вот это военное безумие, которое сейчас творится на востоке страны. А, уважаемые коллеги, просто я уже сказал об этом, но, конечно, слушать все это было очень тяжело, потому что вот представитель Литвы, предположим, упоминает, что убили итальянца, но не говорит, кем убили итальянца. Вот все это, вот такая манера, когда, итальянского журналиста, я имею в виду, вот такая манера, когда что-то исходит от украинских силовых действий, об этом как бы и не говорится, да. Как бы и не говорится, даже уважаемый представитель Люксембурга, который, как известно, очень много про гуманитарные вещи говорит, мало чего по этому поводу сказала. Вот я помню, было у нас заседание по Крыму, когда там убили украинского военного, значит, некоторые члены Совета думали, что он от российской пули погиб. Потом, правда, выяснилось, что это снайпер-провокатор в него стрелял. И поскольку думали, что он от российской пули погиб, они сразу выразили соболезнование на заседании Совета безопасности. А здесь гибнут десятки людей на востоке страны, включая мирных жителей. А некоторые члены Совета говорят, что это сдержанность какую-то необыкновенную проявляют и киевские власти. Ну, действительно, просто удивительно. Для чего мы собрались? Если мы собрались, чтобы Совет безопасности свою политическую функцию выполнил, давайте посмотрим, как можно скорее прекратить насилие. Вот, между прочим, может быть, еще одна полезная вещь прозвучала у украинского коллеги, что он приветствует посреднические усилия генерального секретаря. Может быть, действительно, генеральный секретарь подключится немедленно, немедленно к тому, чтобы прекратить насилие на востоке Украины. Коль скоро роль генерального секретаря приветствует представитель Украины. Давайте чего-то действительно сделаем, чтобы это прекратилось. Благодарю вас, мисс Павел Председателем. Спасибо, мистер Президент. Еще в России. Я услышал, Виталий Иванович, что вы сказали. Я думаю, что самый простой способ движения был бы такой. Вот с вашей стороны. Вы мне сказали, что мы должны сделать, а самое простое, я говорю, что могла бы сделать Россия. Где правительство России, МИД или кто, вы решите, обращается к вашему народу. В первую очередь, к чеченскому руководству. И вместо того, чтобы устраивать парад в день проведения президентских выборов в Донецке, вот эти сотни чеченцев, плюс к ними, должны были бы покинуть немедленно Украину. Это раз. Второе важное обращение должно было быть к вашему казачеству, которое тоже сотнями присутствует в Украине. Более того, что, насколько я помню, казачество было принято решением президента, как часть российской армии. Поэтому тут как бы двойная интерпретация их присутствия может быть. И вот было бы абсолютно правильно обращение к ним, чтобы они покинули территорию. Должно было быть обращение к вашим гражданам, которые не знают, куда их ведет судьба. И они превращаются в наемников. Поэтому это было бы абсолютно правильно предупредить их о том, что они делают. По поводу Крыма. Мы общались с оккупировавшей властью Крыму по поводу воды. Это вопрос, так сказать, экономический. Но главный вопрос по Крыму все-таки он не решен. Крым – украинская территория, и нам с вами придется решать вопрос его возвращения. Это принципиальная позиция. И от Крыма никто не откажется. Вот отсюда, так сказать, мы можем с вами и плясать. В наших переговорах. Спасибо за внимание. Не зарекайтесь, господин председатель. Я не знаю там, как вы собираетесь плясать, но переговоры наши будут вестись, как представляется, по широкой повестке дня наших отношений. И они не будут диктоваться Киевом по 1, 2, 3, 4. По широкой повестке дня наших отношений. Действительно, я думаю, у наших стран большая перспектива взаимоотношений. И давайте пытаться их развивать конструктивно, и давайте пытаться как можно быстрее выйти из вот этого тяжелейшего периода наших отношений, тяжелейшего периода истории Украины. И, как вы знаете, не Россия затевала то, что произошло в вашей стране. Но Россия продолжает быть готовой помочь вам из этого дела выбраться, если вы будете принимать правильные решения. Вот у вас сейчас очень интересная и хорошая возможность выбрали президента, который скоро должен вступить в должность. Он должен принимать правильные решения, а не предпринимать шаги, которые только будут загонять в тупик дальше ту ситуацию, которая в вашей стране существует. Благодарю вас. Благодарю вас.